Итак, ребята, всем привет! Это Михаил и канал Video Game Addiction. Продолжаем проходить игру Террани. Ну что ж, в предыдущей части у нас была вообще уйма всяких разных событий, вплоть до того, что мы ввязли всякие семейные интриги, скандалы, незаконно рождённые дети. Это было вообще супер круто, на самом деле очень потрясающая серия. Я очень рад таким внезапным поворотом событий, но нам нужно двигаться дальше. Так, сосредоточение власти. У нас болтается квест. Это всё также у нас идёт по поиску шпилей. Нам как раз нужно в распутье Литяны по квесту Железные Клинки. Грейвен Аша отправил нас в распутье Литяны, чтобы скованные горном были под защитой и смогли продолжить изготавливать оружие для опальных. Дойдите до распутья Литяны. Глава скованных горном сейчас в распутье Литяны поселение у основания шпиля Заката. Окей. Грейва Наша нам ещё что-нибудь может добавить? Насколько я помню, нет. Нет, больше ничего он нам сказать не может. Так, а можем ли мы как-нибудь к его дочери попасть, чтобы с ней поговорить? К сожалению, тоже нет. Всё закрыто. Но как бы то ни было. Надо ли нам что-нибудь продавать? Да, надо. У нас куча всякого говна, плюс есть то, что неплохо бы померить. Так, идём сюда. И обязательно будем двигать в распутье Литяны. Насколько вы помните, нас там как раз не пропускали бронзовое братство или как они там называются, эти пацаны. Но у нас их тогда вариант был только убить, и я его отложил до последнего. Опа, что-то происходит. Ну-ка давайте сейчас мы узнаем, что тут творится. Сохранимся, конечно же. Плиний и Ашур. А, я бы не хотел, чтобы ты потакал моему пленнику. Хвала Архонтам, вы пришли. Мне бы не помешала помощь, чтобы выбраться из этих цепей. С извиняющейся улыбкой он немного двигает руками, чтобы позвенеть своими оковами. Заключённый, молчать. Вершителю не до таких, как ты. Приношу свои изменения, господин. Этого больше не повторится. Пусть он говорит, в чём проблема. Ох, спасибо, спасибо. Я был в лазуре во время завоевания, когда Каирн объявил себя врагом Каироса. Наши силы впали в панику, мы не знали, кому доверять. Когда Архонт проявляет непокорность, можно не сомневаться, что последователи поддержат его. Один из скаловерсов вёл себя странно, словно что-то задумал. Я проследил за ним до палатки командира и заметил, как он рылся в припасах. Продолжай. Я подошёл к нему, мы начали спорить, потом драться, и... Солдат прочищает горло. Я убил его. Выложил... Выложу всё без обиняков. Я думал, что он предатель и принял меры, а потом оказалось, что скаловерсы сохранили преданность в некоторой степени. Оказалось, что мужчина, которого я убил, просто искал свою чернильницу. Он говорит правду? Насколько я знаю, да. В то время могли быть некоторые сомнения в верности скаловерсов, но это не имеет никакого отношения к этому конфликту. Так, окей, а что ты от меня хочешь? Я хочу протестовать вынесенный мне приговор по букве закона Гревен Аши решил правильно. С этим я не спорю, но дух законов Кейроса это другое. Я убил возможного предателя, а не просто накинулся на кого-то из злости. Такое на войне случается. Вы оба соглашаетесь на мою участие в этом деле. Похоже, солдат обдумывает свои варианты. Мне не нравится, что мы поставили под сомнение осуждение Гревена Аши, но я считаю, что вы как решитель Тунона вынесите верные решения. Я тоже. Спасибо, что выслушали меня. Я хотел бы задать несколько вопросов, прежде чем вынесу решение. Конечно, спрашивайте. Были ли какие-нибудь другие причины подозревать скаловержца? Я следил за ним в ходе кампании, но нет, не могу назвать ничего существенного. Я могу сказать по этому поводу. Дело в том, что мы подозрительно относились к магам с самого начала завоевания. Мы считали, что они лучше себя чувствуют с книгой, чем на поле боя. А я никогда не верил тем, кто умеет читать. О, Хашур, молодец. Так, так, так. Ты раньше проявлял склонность к необдуманным поступкам? Нет, никогда. Почти все мои бои я поддерживал фалангу с тыла. Это важная обязанность. Пусть это не передняя линия, но от тебя зависит много хороших солдат. А если кто-то сзади начнет ослабевать, может, если пропустит слишком много ударов по голове, то это всегда будет заметно. Да, так и есть. В напряженное время нескончаемого натиска мы полагаемся на пехоту поддержки, которая помогает нам держать строй. Славу можно обрести не только на передовой. Сколько ты готов заплатить за свою свободу? Ну, давайте спросим. И хоть я думаю, что они не очень будут готовы, не очень довольны моим таким предложением. Вы серьезно? Не, ну, я какие-то кольца насобирал в ходе завоевания, но не думаю, что Грэвен Аши примет меня, если я вернусь к нему на службу через подкуп. Хитрый у меня 54. Принимаем кольца. Позволь мне позаботиться о Грэвене Аше. Возвращайся в свой отряд немедленно. Гнев увеличивается. Что ж, согласен. Тогда вернемся к другим вопросам. Я готов вынести решение. Отлично. Спасибо, что уделил время на обдумывание моего дела. Аше был неправ. На войне происходят такие случаи, как у тебя. Можешь вернуться к своим обязанностям. Нет, это... Вот третий вариант, он вообще потрясающий. Мы, во-первых, кричим хитроумия. И плюс... Думаю, все будет хорошо. И до кучи мы отыграем свою роль по сохранению максимума жизни и так далее, так далее. Окей. Можешь вернуться в бой во главе фаланги. Ты сможешь искупить вину только своей силой. Вот это достойное решение проблемы. Жаль, что ты стал вершителем, а не десятником хора. У тебя есть нужные инстинкты. Я... Я не знаю, повышение это или смертный приговор, но приму его в любом случае. Это будет лучше, чем эти цепи. Могу только догадываться, как Гревая Наша отнесется к тому, что вы переосмысливаете его решение. Но, по крайней мере, этот негодяй займется чем-то полезным. Наверное, это уже что-то. Он освобождает арестованного. Не могли бы вы ослабить эти оковы? Да я с тебя их снял уже, я тебе больше скажу. Так, товарищ интендант. Так, вот сейчас бы вспомнить вообще, что тут такое. Так, пробиваемая броня при критических попаданиях. быстрота, стойкость, здоровье, живучесть, парирование, меткость попадания, отражение критичества. Вот это бы я отдал бы ей, наверное. Да, я думаю, так будет правильнее. Вот это мы продадим. Это мы на нее оденем. Или лучше одеть ее на себя. Думаю, да, лучше ее на себя одеть. Вот на кой мне быстрота? Вот, по-хорошему. Браслеты быстрых пальцев. Хотя, нет, давайте все-таки на фугу оденем. Все-таки это лучше, чем вот этот браслет, который это отравление. Так, пробиваемая броня при критических попаданиях. Оставим. Пока что пусть будет. Так, брошь убираем, пока она нам не нужна. Щит верный обещанию. Я вроде... Оу. Оу, оу, оу. Так, вот он всем хорош, кроме того, что у него перков нету. Время восстановления. Херня, увлечь. Так. Всем лучше беру его. Этот оставлю пока, мало ли. Так, сапоги. Сапоги. Так, такс, такс. Так, вот я вот сделаю вот так. Ага, а у нее они вот чуточку похуже. Блин. Воля командора-то ко мне привязана. Просто я вот не всем понимаю, вот чем мне вот эта вот фигня вообще все время помогала. Там за убийство что-то я получал, не получал, не совсем понятно. Черт, с этим перком продам все это говно, все это бесполезное. Поэтому сейчас я тебе забирай, забирай вот это все говнище. Ну, мне нафиг не нужно. Вот так вот, да. Отлично, отлично. Так. Сковывающая клятва. Ситок сидел камнем. У меня вроде нет такого. Отлично. Так. Сейчас буду вспоминать. Нет, вот это мне не интересно. Несколько целей. Так. Сейчас буду вспоминать. Так. Так. Выражение, используемое для создания заклинаний, воздействует на единичную цель рядом с заклинателем. На цель, на цель на расстояние. 8 метров. Так. Так, вот эту возьмем, она подальше действует. Так. Во-первых, сразу же усиливаем ее, она... Да, сидел силы. Расстояние. Не знаю, много ли нам надо расстояния. Сейчас посмотрим. Перезарядка. Перезарядка. Не знаю. Так. Это у нас еще. Позволяющий на короткое время сокращать период восстановления. Который усиливает заклинание импульс силы, позволяя им пронзать фрагов одной линии. Усиливает заклинание импульса силы, позволяя им пронзать фрагов одной линии. Я просто не всем понимаю, как это будет действовать. Давайте пока не будем это делать. Я так понимаю, что это возможно какое-то скрещивание заклинаний. Магический всплеск. Он же у нас есть, по-моему. Не знаю. Окей. Все. Восемьдесят. И его теперь только единицы могут использовать. И в итоге никто. Потому что нам не хватает ячеек, на которые я все время грешил. Типа, да нахер они нужны, эти ячейки? Ну, вот, видите. Призрачная стрела. Ха. А почему бы нам не поменять ледяные шипы? Не знаю, не знаю. Так, нужны, сука, ячейки. Что мне добавляет ячейки, сейчас надо вспоминать. Я просто уже думал в эти начать вкачиваться эликсиры, сделать более сильными. В итоге, походу, магия. Доступные ячейки заклинаний. Отлично. Можно как-нибудь по-другому их получить. Не вкачивая всякое вот это. Вот это вот интересно, обессиливание. Так, берем две ячейки, короче, тогда. И берем вот это. Атака из режима скрытности на короткое время ослабляет цель. Отлично. Вот так вот. Потом... О, плюс четыре ячейки. Неплохо, неплохо. Так, вот, у меня стало на две ячейки больше. Прекрасно. Вот так вот. Надо будет лантре еще вкачать. А что я еще же могу добавить какое-нибудь заклинание? Сигил Тератуса. У нас сегодня никто такой призывает свет могилы Тератуса Холодной Луны, которая освещает империю Кейроса. Могильный свет выкачивает энергии из своих целей, нося урон и превращая ее в здоровье заклинателя. Вроде такого еще никто. А хотя... Да, она есть. Это призрачная стрела уже у лантре. Может, какое-нибудь еще можно особенное заклинание сделать? Вот это что? Сигил мощи. Сигил льда. Истощение. Но у меня вот все-таки вот этой призрачной стрелы нету. Давайте ее сделаем. Вот так вот. Прекрасно. Так. И лантре надо тоже ячейки подтягивать уже, начинать. Так. А что еще? Вот ему надо поменять. Убрать, например, вот это. Так. 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 Дебаф мы оставим. А добавим ему хил. Пусть у всех будет хил. Он очень полезен. Особенно на дистанции. Так. 30. Отлично. Настояние. Прежде всего, у вас скорость восстановления сделаем. И все. Он уже не может его использовать, к сожалению. Совсем немного не хватает. Да. Вот такой простенький у него хильчик будет. Исцеляющее дуновение. Так. Давайте проверим, правильно ли я все сделал. Нет, походу, неправильно. Да, походу, оно. Да, теперь все верно. И интенсивность увеличиваем. 35. По дистанции даже мы укладываемся. Хотя... Нет, дистанцию нам особо не надо. А вот восстановление более скоростное нам бы зашло на ура. Вот так вот. Вот тут что можно добавить. Штрих, позволяющий на короткое время сокращать период восстановления после прочтения заклинания. Сколько он требует знаний? 30 знаний еще. Вот так вот. Ну-ка, может я могу себе его поставить? Нет, не могу. 95 у меня нету. А вот Лантри. Лантри может. Отлично. Все, теперь у него это заклинание супер матерое. И будет быстрее перезаряжаться. Умало того, что его кастует очень быстро, так оно еще перезаряжаться будет быстро. Короче, сплошные плюсы. Откуда у тебя 120 парирования? Ты что, вообще ненормальный? 95, 120. Сколько у тебя знаний? Навыки магии, управления жизнью 117. Хорошо. Я очень доволен тем, как мы накачаны, раскачаны. Поэтому делаем сохранение. А то мы сидели, мудрили вообще, фиг знает сколько, только для того, чтобы... Но это тоже важный элемент игры. То есть вот непосредственно вот эти вот все распределения очков, размышления, как это лучше сделать. Подбор заклинаний. Это тоже важная часть геймплея. Зачастую, как бы, некоторые делают это за кадром. Но, опять же, это зависит от пожеланий. Но я лично считаю, что это важно. Тем, кому это не интересно, это можно, безусловно, просто промотать. Но, поскольку в этой игре очень важная тактическая составляющая, поэтому вот подобные элементы очень важны для геймплея, я считаю. Так, окей. Железная тропа. Ну что ж. В спути летян не могу пока отправиться. Ох, как надеюсь, что никого убивать не придется. О, они телепортировались, прикольно. Так, отлично. Опа, новое сообщение. Давайте прочитаем. Касательно вопроса о шпилях. Ага, та женщина нам ответила, которую мы обращались за советом. Помнишь ли ты свои тренировки с Бледеном Марком? Свои я помню, это забавно. Нас разделяют почти столетия, но для Бледена Марка мы все дети. Теперь все прочие дети сюда младше меня. И за свою жизнь мне всякого довелось повидать. Наверное, это и к лучшему, что во мне видят безобидную старуху, которую смело можно списать в архив. Если бы Тунон присмотрелся ко мне внимательнее, боюсь, он заметил бы, что к преклонному возрасту во мне проявилась небрежность. Сейчас я нахожусь там, где я есть, отчасти потому, что мне всегда хотелось тишины и покоя, тогда как ты поступаешь ровно наоборот. В какой-то мере от тебя это не зависело. Ты был избран для проразглашения Дикта Кейроса дважды. Отказ означал бы смерть, но согласие выдвинуло тебя на авансцену событий. Самое мощное оружие Кейроса не Дикта, а ее способность подарить нам веревку, на которую мы сами же радостно и повесимся, не забывая об этом. В твоем письме было много вопросов. Так, какие ответы нужны тебе прежде всего? Если ты сузишь вопрос, я постараюсь ответить так полно, как смогу. Вершительница судеб Меотис. Об Эдиктах и их природе задать вопрос о шпилях. Давайте про шпили спросим, все-таки нам это значительно важнее, и с Эдиктами в принципе и так все понятно. Дорогая Меотис, мне кажется разумным знать то, чем владеешь, и раз уж я стал хозяином горного шпиля, мне следует выяснить о нем все, что можно, если бы ты поделилась со мной знаниями о шпилях, я был бы перед тобой в долгу. Начну с того, что я наблюдал до сих пор. Горный шпиль, судя по всему, пробудился тогда же, когда я разрушил Эдикт Казни Кейроса. Вспышка энергии поглотила мое сознание, и я очнулся на вершине шпиля через, как мне кажется, считанные мгновения. Наверху шпиля имеется деревянная каменная скульптура. Судя по всему, именно отсюда исходит магическая энергия шпиля. У меня были видения, и я улавливал ощущения, исходящие непосредственно от скульптуры. Это звучит странно, но мне кажется, она как будто говорила со мной. Первый ли я, кто рассказывает о подобном? В мире есть еще немало шпилей, верно? Ну-ка, а второй, если об Эдиктах спросить. Помнишь ли ты свои тренировки? Нет. Дорогая Меотис, спасибо за проявленный интерес. У меня вопросов больше, чем чернил, но давай начнем с обсуждения Эдиктов Кэроса. Я претерпевал, провозглашал и разрешал Эдикты, а значит знаю о них куда больше, чем обычный человек, но все же мне известно слишком мало. Не-не-не-не-не-не, не нравится мне такое, поэтому мы отправим про шпиля, хорошее такое содержательное сообщение, и узнаем много нового. Поэтому, а, отправить, голубка, вперед. Осталось времени, один день. Окей. Сохраняемся. Так, ну, попытаемся еще раз по мирной к ним зайти. Ребята, ну, мне очень не хочется вас убивать, честное слово, но я не знаю, как поступить, чтобы вы меня пропустили. Очень-очень плохо. И с этими ни с кем поговорить нельзя. Эх, черт возьми, а. М-м-м-м-м. Возможно, если мы сюда пришли бы с этой девушкой-маг, которая у нас в башне сидит. Я забыл уже, как ее зовут. О, господи, как ее зовут-то? Ну, да ладно, не помню, как ее зовут. Как бы то ни было, возможно, она здесь могла бы что-то порешать, но, опять же, я не уверен. Это просто, так сказать, догадки мои. Как ее? Атли, по-моему, да, все верно. Хм, объятие Тратусом. Поднимает Атли и отряд в небо. Атли изучает лунный свет, исцеляющий союзников и нас... О, вот это прикольно, она все-таки хил, да? Хорошо. То есть, скажем, если нам писаря заменять, то только ей. Блин, жалко, что, конечно, несколько их нельзя с собой таскать, потому что... Всякие крутые диалоги можно делать. Возможно, бы она могла их как-то переубедить. А почему бы и нет? Давайте попробуем, ничего не теряем, в конце концов. И до шпиля здесь недалеко. Двенадцать часов. Балил нахрен, а вот, который первый топор и стоит... Как привратника, который стоит на мосту и всех убивает. Уже получено сообщение. Вот это да, очень быстро. Ну, давайте прочитаем, что нам сказали. Приветствую тебя. Ты прав, шпили есть по всему Тератусу. Есть по всему Тератусу. Их местонахождение служит источником многих споров и спекуляций. Но два факта общеизвестны. Почти все шпили построены рядом со старыми стенами. Твой горный шпиль любопытное исключение. И почти в каждой культуре, существовавшей до Кейроса, имеются мифы о строителях шпилей. По-моему, в Ярусах поминают старые королевства, откуда были родом создатели шпиля и старых стен. Но доподлинно это никому не известно. И разумеется, в цивилизованном обществе, созданном Кейросом, о таких вещах говорить не принято. Вот что, мне кажется, тебе надо знать. Во-первых, шпили действуют как магический магнит. Вокруг них всегда есть магическое поле. Представь магическое море над нашим миром. Шпили наматывают на себя и усиливают эту магию. Самое слабое заклинание, созданное там, наделяется большой силой. Во-вторых, и я бы сказал, а в главных. Кейрос запрещает заходить в старые стены. Но такого закона в отношении шпилей нет. Из этого можно заключить, что Кейрос не возражает, чтобы люди интересовались шпилями. Однако, считает старые стены слишком опасными. Либо будет мыслить как владыка, когда ты что-то запрещаешь. Ты делаешь это вдвойне желанным. И мне кажется важным, что Кейрос запрещает доступ к путям, ведущим в шпиле. Однако, на самих шпилях он не рисует Мишель. Однако, на самих шпилях она не рисует Мишень. И, наконец, в молодости мне довелось заниматься делом человека, который возвел святилище Кейроса у основания шпиля. Далеко на юго-востоке мне не удалось найти следов поделки или обмана святилища. Святилище было создано с почтением и любовью. Однако, в какой-то момент этот человек заявил, что у него есть доказательства того, что Кейрос была здесь за полсотни лет до начала новой эры. И стоило ему произнести эти слова, как мой старший коллега-вершитель схватился за топор и снес ему голову с плеч. А я тогда была новичком в суде и ничего не сказала, но долго задавалась вопросом, почему за такое замечание он был казнен, а не лишился языка, как полагается, по обычаю. Вершитель судеб Мевотис. Да, вот эта ситуация. Окей, давайте про эдикты еще спросим. Там коротенькое сообщение, мы его уже читали, поэтому отправляем голубку нашу. И попробуем поменять нашу патию. Господи, как она меняется-то? Ну, мы как бы очевидные замены сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это... Фугу оставим. А, ой, нет, стоп. Чуть-чуть, накрасивая. Чуть-чуть, накрасивая. Эдикт из стула предупрежден, чтобы быть смерть Пенинсула. Я не знаю, как несправили, так долго, как они были. Теперь ты дважды отменил Эдикт Гераса. Если пытаешься навлечь на себя гнев ладыки, то у тебя хорошо выходит. Эдикт Бурь должен был уничтожить полуостров. Понятия не имею, как несломленные сумели продержаться так долго, но... Со всем этим сгнившим урожаем, с разрушенными дорогами, непредсказуемыми наводнениями. Что это, что ты нуждаешь? Конечно. Вот так вот. Нифига, они тоже качаются? Хо-хо! Вот это да! Только у них умения, к сожалению, не растут. Так, а у нее не оружие, ничего, а вот это что такое? Бронзовая боевая булава. Двуручное оружие. Кусок говна, я тебе дам. Нормальное, вручное оружие. Ну-ка. Ой. Безоружный бой очень маленький у нее. Все очень маленькое, кроме уровня. Ха, она на четвереньках бегает. Забавно. Так, а где у меня торговец? Ревос, ты что ли торговец? Или Кенрик? Блин, а кто торговец? Ревос, ты что ли торговец? Я что-то благополучно уже все забыл. Да, ты. Так, вот этот кусок говна, извольте принять. Так, у тебя что? Гребень волны. Носишь ты тоже ткань? Посох северных льдов, но он даже всяко получше. Так, на вот этот. Сейчас мы сделаем из тебя. Но этого даже ничего нету. Посох хатли, гребень волны, это внушительный образец современного оружия заклинателей приливов, который представляет собой древковое оружие с лезвиями намного более угрожающего вида, чем выточенные вручную деревянные палки, которые первые заклинатели приливов изготавливали из весел. Древко угрожают вырезанные мотивы небесного танца солнца, тератуса и лун. Давайте его в сундук положим, пусть лежит. Так, а у меня вроде посохов-то больше нету, да? Вот этот можно продать за ненадобностью. Так, что мы на тебя наденем? Так, ткань бесполезна. У меня вроде была какая-то там тканевая броня. Тяжелая, тяжелая... О, ткань, отлично, отражение повышает. Только Атли может одеяние заклинателя приливов. Ого, традиционное облачение последовательней школы приливов. Не включает одежды в традиционном смысле, а состоит из длинного отрезка веревки, обернутого вокруг тела и образовывающего подобие портупея. Эти прагматичные заклинатели считают моду, которая не приносит пользы, бесполезной. Чтобы соответствовать социальным стандартам приличия, большинство заклинателей приливов предпочитают простую свободную одежду. Учитывая, что большую часть своего времени они проводят в пути тяжелые доспехи и не спадающие одеяния, которые могут запутаться в веслах, недопустимы. Атли одевается в минималистическом стиле под традиционный веревочный портупей, и наносит плотно сидящий жилет, который оставляет большую часть ее разрисованной кожи открытой. Блин, вот знал бы я раньше, что вот так про каждую вещь можно прочитать. Печать вершителя судеб используется для нанесения на документы сигила Тунона. Она выглядит скромно, но представляет правовое одобрение Кэроса. Сам ее вид в руках владельца окружает его властной аурой. Эх, прочитал бы я там и про броню, и про все вот. Латный воротник защищает шею во время боя, но значительно ограничивает гибкость. Такая брошь могла бы украшать лацкан вельможей заплота, который надеется на выгодный брак, поскольку броски и украшения обычно стали ассоциироваться с отчаянием. Обладатели со временем получали враждебную стойкость к отказам. Рукавицы импульса. Ладони этих рукавиц гладкие и мягкие, чтобы в них беспрепятственно скользила рукоять любого оружия. Будь то при ударе топора или замахи молотом, успешная атака позволяла быстро и плавно перейти к следующему удару. Вот так вот. Атли носит легкие сандалии, высокообивающие ноги вычурными веревками. Открытость ее обуви предназначена для работы на море, где закрытые ботинки быстро бы промокли и стали вонять. Правильно завязать эти сандалии совсем непросто, но так и задумано. Это возможность изо дня в день практиковаться в скорости и мастерстве завязывания узлов. Так, а вот обуви-то у меня вроде для нее и нету никакой. По крайней мере, кожа, 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 железо. К сожалению, да, ничего такого у меня нету для нее. Перчатки Атли сшиты очень просто. Это полоса из легкой хлопковой ткани, без пальцев, закрепленная веревкой, замысловато затянутая на предплечье. Большинство заклинателей считают одежду бесполезной помехой, абузой, которая набирает воду и позволяет врагу найти, за что схватиться. Заклинатели приливов проводят большую часть жизни в доках и на лодках. А это значит, что им часто нужны веревки, чтобы обтянуть или что-то закрепить. Вместо того, чтобы носить на себе тяжелые мотки каната, большинство представителей гильдии предпочитают носить веревки в качестве стильного аксессуара, чтобы она могла быть всегда под рукой. Да, кстати, вот можно даже это все увидеть. Вот, все из веревок, вообще все из веревок состоит. Блин, вот знал бы раньше, бы это все прочитал, так обидно все пропустил. О, потрясающе тебе идет. Так, а где всякая бижутерия? А, вот она здесь. О, это тебе однозначно. Забираю управление приливами. Только Атлим... А, он даже изначально. Светлый самоцвет блестит всеми цветами волн, обрушивающихся на берег. Критические попадания. Я думаю, тебе вот забирай. Брони никакой не носит. Так, что еще на Атлим можно одеть интересного? Так, перчатки никакие нельзя. Так, ну вроде все. Так, сейчас нам вот это что-нибудь выдать из двуручного оружия. Щиты она, я так понимаю, не использует. Вот, просто ей как игрушка. Так, а что за истребление? Модификатор катического урона неплохо. А, пусть с этим топором будет. Он неплохой действительно вариант. Почему бы и нет? Двуручное оружие, железная пика. Кусок бесполезного говна. Двуручное оружие. Ммм, такое. Бесполезно. Железный двуручный меч. Бесполезно. Двуручное оружие. Ммм, интересно. Кусок бесполезного оружия. Кусок бесполезного оружия. Отталкивает. Ну, она чуточку получше получается. Этот клинок чаще использовался на плахе, чем в бою. И из-за этого он остался в неплохом состоянии, несмотря на то, что на ручке высечено большое количество лет и имен жертв. Даже не знаю. Даже одноручное оружие палец Титана получше выглядит на этом фоне. А это двуручное оружие, между прочим. Такая зубочисточка, вообще не могу. Да. Дротик небесных клинков, капец. Ну, не думаю, что нам нужно, чтобы они отталкивались от меня, поэтому останемся с этим топором, несмотря ни А вот это мы все продадим. Сейчас еще раскачаем этих персонажей. Но, один момент, мой друг. Просто... Раз уж я решил получше познакомиться с вещами своих спутников, я про них тоже хочу почитать. Но у него, наверное, ничего не будет написано. Хотя нет. Шлем Баррика. Печальный результат сплавления доспеха опального с бронзой оплота. Он полностью скрывает его лицо, и можно лишь догадываться, что таится вам в раке под прорезнями. Для глаз скопилась ржавчина. Этот предмет можно улучшить в кузне шпиля. Неплохо. Железная броня Баррика. Безумный сплав ржавого лома, состоящего по меньшей мере из сотни керас и вдвое большего количества мечей. То, что эта убийственная куча хлама оплавилась вокруг тела Баррика, гротеск... Вокруг тела Баррика гротескным подобием брони не уничтожила его. Является не то, что странной случайностью, не то магической победой, немного превышающей понимание любого кузнеца. Кроме неизбывной вони масла и ржавчины доспех истечает запах немытого тела и застоявшихся испражнений, так что Баррика сопровождает поистине тяжелый дух. Перчатки оплавились вокруг рук Баррика, подобно кошмарным когтям. Они оплетают его руки железными лентами, соединяющимися с остальным доспехом. Его пальцы полностью подвижны и Баррик часто их сгибает, возможно, чтобы напомнить себе о том, что они у него еще есть. Куски оплавленного железа, охватывающие ноги Барика, лишь отдельно напоминают сапоги. Из них их низ изъеден ржавчиной от долгих переходов и многих часов, проведенных за попытками перевести их в более-менее пригодное для ходьбы состояние. Сочленения доспеха образовались не то по случайности, не то в результате долгих усилий, но важен лишь результат. Баррик может стоять и более-менее нормально передвигаться. Поношенный торг. Это поношенное украшение, когда-то мог носить на шее солдат или вельможа, но слишком изнасилов, чтобы можно было сказать точно. Эта заколка изучает приятное и забуденное свечение. Вот так вот. Ах, у Фуги-то нечего читать, наверное, да? А, ну мы смотрели. Уже по... А, нет, вот по нему, да, точно. Регент и Аплота использовали магические амулеты в качестве барьера от соперника, с которыми они разделяли стол на пирах. Чаще всего амулеты, защищающие от яда, сковывали под одеждой для соблюдения внешних норм приличия. Скрывали, скрывали под одеждой. Только самые смелые или самые невоспитанные носили их открыто. Туфли верного выстрела. Эти легкие туфли помогают владельцу удерживать равновесие, сосредоточившись на далекой цели. Часто их носят опытные лучники и копьеметатели на окраинах поля боя. На ручьи дворянина. Все понятно. Окей. Ну, узнали чуть больше о вещах, хотя не сказать, что я совсем доволен результатом. Тогда у меня сейчас есть другой вариант. Раз мы все не можем отправиться по основному сюжетному заданию, я бы очень хотел узнать на то, как можно все-таки улучшить доспехи Баррика. Можно ли это как-то, скажем, сюжетно, что ли? Ну что, если мы их, предположим, улучшаем, он нам что-нибудь расскажет или там появится возможность их снять там при тотальном... Я все еще не знаю, кого я сюда хочу нанять. 6 можно нанять, да? 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Да я почти всех могу нанять. Хм... Интересно. Ну-ка. Неплохо. А давайте ему все улучшим, почему бы и нет. Надо было замерить, насколько это лучше становится. Качество хорошее. Лучше пока больше не можем. Ну-ка. Так. Защиты. Сейчас прям в режиме онлайн. Неплохо, неплохо. Теперь я думаю, может ему стало как-нибудь комфортнее в этом. Нет. Нет, к сожалению, ничего не появилось, но я надеюсь, что это все-таки как-то положительно повлияло на него. Да, у нас по многим аспектам даже не хватает рабочих на улучшение. О, нам подъехало послание. Так, что я тут... Ну, худо-бедно трачу деньги, это не важно. О, вот это, да, то, что нам нужно. Перо Лантри улучшить. Полезная штука. Извивающиеся клинки кинжалов Лантри украшены растопыренными жилками птичьего оперения, что превращает их в подобие заточенных металлических перьев для письма. У Лантри среди его многочисленных карманов спрятано много таких кинжалов разных размеров, и все они сбалансированы для метания. Эти кинжалы предназначены для того, чтобы эрудированный исследователь мог метнуть их, убегая от опасности, но они достаточно крепкие, чтобы использовать их и в ближнем бою, если это потребует обстоятельства. Красные реги слегка изогнут, что позволяет ему с одинаковой эффективностью пронзать плоть и парировать удары. Бронза в прекрасном состоянии, рукоять тщательно обмотана кожей, чтобы сохранить оружие в идеальном состоянии, даже в условиях ежедневного использования. Судя по всему, крюк на этом оружии использовался, чтобы пронзать живодером живот жертвы, а затем ввести его вверх до самой грудной клетки. Хоть лезвие выглядит не самым лучшим образом, клинок хорошо заточен и смазан, и выглядит явно острее большей части оружия Алого Хора. Острый как игла, кинжал подергивается, словно хочет удалить жажду крови. Так, это мы читали про Бесстрашный? Да, читали. Ну-ка. Зофф и Оджа. Этот посох из ветвей дерева источает омоложающий сок. Зофф и Оджа принадлежит иерарху просуществовавшего школы, недолго школы испаряющейся коры. Общество магов, которое отреклось от цивилизации, вели свои исследования в уединение труднодоступных лесов. Предполагается, что школу погубило болезнь или невезение, поскольку от магов не осталось ничего, кроме брошенных предметов и обрывков, не поддающихся расшифровке рукописей. Про могильный лук мы тоже читали. Да, да, да. Читали. Копыта титана. Этот молот обернут в шкуру, изготовлен из грубых материалов, ни то, ни другое не делает его вид менее угрожающим. Прямое попадание, скорее всего, пошатнет не только концентрацию на текущем действии. Верное обещание. Этот щит насилие три поколения регентов оплота. В первую очередь он ассоциируется с их воинской доблестью. Верное обещание увековечивает клятву данную регентом Хардоном, которую пообещал, что никогда не позволит оплоту пасть в руки врага. Кольцевое лезвие. Это бронзовый клинок обладает необычным свойством. После смертельного удара из кольцевого лезвия выпадает бронзовое кольцо. Многие кузнецы пытались повторить, воссоздать это странное свойство в своем оружии. Со временем все не сдались предположить, что никакого особого свойства нет, а просто меч платит своему обладателю за предоставленные услуги. Хм, добавляет по бронзовому кольцу за убийство. Неплохо, неплохо. Да, прикольно. Почитали про оружие, я доволен. Так, все, больше ничего нельзя улучшить, да? Да, жаль, конечно. Хотя, я знаю, что можно было улучшить чисто интересы ради. Вот так вот, да. Посмотрим сейчас, что из него получилось после этого. Обязательно сейчас еще письмо надо прочитать. Так, это мы испочитали. Так, это мы испочитали. Этот кусок железа когда-то был впечатляющей весю, но длительное воздействие диктабур превратило его в комок непонятного вида. Этот посох горит нездоровым фиолетовым светом, а длительное воздействие старых стен оставило магический след на ничем не примечательном в остальном бронзовом стержне. Нет, к сожалению, лучше он не стал. Жаль. Ну, ладно, не важно, потратили деньги, так потратили. Загружаться я уже не буду. Нам нужно... Еп-еп. Я получил. Нам нужно прокачать наши друзей, причем высшим уровнем даже, чем я. Какого хрена? И ответить на письмо надо. Давайте сначала на письмо ответим. Так, приветствую тебя. Трудно отделить факты от предубеждений, когда речь идет об эдиктах, поскольку одной лишь Кейроса ведомо, как они действуют, а мы все можем лишь терзаться страхами и догадками. Эдикты Кейроса — это магия размахом и мощью, превосходящая даже магию архонтов. Осмелюсь сказать, что эдикты сильнее самой Кейрос, поскольку нет ни единого свидетельства того, чтобы Кейрос по своей воле останавливал эдикт, когда тот был уже введен в действие. Как мне представляется, именно поэтому в эдиктах всегда имеется дополнительно до тех пор, или если только. Ну, условия, да, вспоминаем предыдущую серию. Я знаю, что эдикт, каким бы мощным он ни был, всегда требует человеческого голоса для оглашения, поэтому владыка поручает таким людям, как ты, завершать наложение эдиктов, созданных на имперском троне. Магия принадлежит Кейрос, однако человеческий голос является окончательным носителем, или силой, замыкающей и проводящей в действие этот магический феномен. И вот самое интересное, по крайней мере, насколько это касается тебя. Несколько десятков простых смертных провозглашали эдикты, и две трети из них скончалась на протяжении десяти лет. Многие также отмечают, что после пережитого испытания магия оставляла на них шрамы. Были также и те, кто пытался разрешить или уничтожить эдикт. Время от времени кому-то удавалось исполнить условия, до тех пор, пока есть ли... И так далее. И тут мы наблюдаем ту же картину. Разбившие эдикт живут недолго и рассказывают о том, что были повреждены магией. А вот тут, в чем твоя уникальность? Насколько мне удалось узнать, ты единственный, кто провозгласил и уничтожил один и тот же эдикт. Какова бы ни была твоя магическая сила, стоящая у его истоков, ты был первым, кто принял в себя ее конец и начало. Теперь, когда мне стало известно о пробуждении шпили, логично предположить, что из мира грез их способен вырвать именно разрешенный эдикт. Кэрос и дальше будет налагать эдикты на ярусы. Если ты хочешь знать больше, возможно, тебе стоит попробовать их отменять. В конце концов, если бы Кэрос не желала их разрешения, к чему было бы включать пункты об отмене действия? Меотис. Спросим ответа. Дорогая Меотис, это очень полезные сведения. Спасибо тебе за помощь. Теперь ты знаешь всю ситуацию, в которой я оказался, и мне пригодился бы твой совет, как быть дальше. Отправляем. Так. Так. Ну и давайте раскидаем им очки умений. Уж давно это просится. Электрошок у нее есть. Призрачная стрела у нее есть. Ну а тут все такие, такие атаки посредственные, я бы сказал. Ага, нифига, у нее даже знания какие-то есть. Но не думаю, что нам этого хватит, чтобы что-то ей дать. Ну, даже не знаю, вот... 15. Ледяная хватка. Ну ее на дебафы можно, конечно, все-таки что-нибудь попытаться. Представляю, как она кастует, конечно. Сигил мощи. Сигил тератуса. Сигил камня. Хотя давайте лучше хил дадим все-таки. Хил полезнее будет. Знание 15. Дистанция 2 метра. А, он тут уже не хватает. Ну хотя бы такой, почему бы и нет. А вот у Атлии, у нее есть еще ячейки, поэтому... А, сигил молнии мы не изучили. Сигил тератуса. Так, ну, не знаю, надо ли тебе хил выдавать. Что у тебя так есть какие-то умения по умолчанию. Да, тебе однозначно его надо выдавать. Два атакующих, дебаф. Объятие тератусы. Один раз за бой. Да, однозначно тебе надо это. Знаний только у тебя маловато, конечно. 65 у тебя даже столько нету, блин. Ну, начнем с того, что мы, во-первых, тебе сделаем его на дистанцию, чтобы подальше. Интенсивность... А, уже тебе не хватает. Тебе даже так не хватает. Ну, капец, конечно. Знания 15. 35. Расстояние уже не потянет. Окей. Назначаем. Вот так, да. Так, что мы тебе еще дадим? Однозначно тебе можно дать сигил льда. Тоже, чтобы подальше его можно было кидать. Вот это, да. Для создания... В конусе нет, не надо. И направление лучом тоже не надо. Окей. 50. Опять же, у тебя ни черта не хватает. Так, камень тебе... Хотя... Сигил мощи. Я думаю, тебе надо бафы какие-нибудь выдать. Тоже полезная штука. Знания 15. 35. 55 уже не хватает. 45. Такой мы тебе баф дадим. И... А у меня есть это вообще интересно? Хм. Не думаю. И дадим тебе вот этот еще. Тоже хороший. Хороший, хороший. Знания 30. 50 уже не хватает. 40. 50. 50. Ну, пусть так. Назначить. Да, 2 бафа. Хил и 2 на урон пойдет. Меня устраивает. Ох, сейчас будет самое трудное. Это их раскачать. Опять же. Начнем с атли. Так, во-первых, вот это подтягиваем, чтобы по нолям все было. И дальше впуливаем, насколько можно это вот сюда. Сюда. До 22 очка занимает. Да, хорошо. Так. И... Перезарядка способностей. Вот сюда один и сюда один. Вот так будет. Неплохо, да. Меня устраивает. Можно потом в точности запулить, например. Надо посмотреть было, как этот у меня вкачан. Господи, как его. Пиписарь этот наш, блин. Книга Чейков вкачана. Мы его тоже в знания качали, но я вот особо не помню. Ну, ладно. Мы будем все-таки полагаться на то, к чему она располагается. Поэтому сохраняем. Ох, 13 сукачков. Приливы и могильный свет. Начнем с приливов. Объятия матери. Захлебывание. Пока не надо. Сокращает длительность вражеских воздействий до 80. Отлично. Ледяной урон. Отлично. Отлично. Удары за базовую атаку. 2 до получения урона. Так, а это что? Волшебным посохом урон. Давайте, почему бы и нет. Устраняет случайный магический эффект. Очищающие воды. Пока не надо. Отталкивающая вода ледяной. Пока не надо. Удар за базовую атаку. Пока Атли не получает урон, ее время восстановления уменьшается. Обычно атаки бьют дважды. Отлично. Меня устраивает. Область действия способностей 20. Дыхание матери. Создает густой туман, снижающий точность атак противника и дающий бойцам отряда бонус китарумия. О, полезно. Зачаровывает воду, направляя их на цель, смывая все неблагоприятные эффекты. Создает мощную волну, отбрасывающую оказывающуюся... Пока не надо. На урон бы что-нибудь. Один раз забырает ли, может создать вокруг себя кольцо воды, вынуждающий противников отступить, если ее здоровье на критической отметке пассивно подойдет. Так, а вот здесь у нас еще могильный свет. Он чем у нас? На посох тоже направлен. Посылает заряженную магией стрелу, которая рикошетит находящего. О, неплохо берем. А поднимается воздух и швыряет ее на землю. Норобящий урон неплохо. Плюс два грани приношении только легкой брони. Отлично. Тоже хорошая штука. Защита магии. Вот так. Пассивно. Присутствие Атли пугает ближайших погибелей. Ого! Ого! В отряде она и ее союзники получают больше опыта за применение заклинаний. Ого! Отлично. Вот это полезная штука. Блин. Эй! Почему все сбросилось? Какого черта? Так. Давайте вот пока что вот эти умения сохраним. Невозмутимый туман мы брали. Вот это мы брали. Вот это мы брали. Вот это мы брали. Сохраним пока вот это. Так. Это нам не надо. Это нам не надо. Вот тут прикольно, да, объятия матери. Да, давайте вот это возьмем как атакующие заклинания. Нам посох пока не особо интересен. Да, вот это полезная штука мы ее возьмем. Дыхание матери опять пока не надо. Область действия способностей тоже пока оставим. У нас каких-то бафов нету. Так, ага, сейчас небольшой перерывчик. Итак, продолжаем. Я небольшой перерывчик сделал. В домофон звонили. Но это нас не отвлекает от самого важного. Нам нужно докачать атли. Такс. Что мы тут делали? Так, тут мы все раскидали. Нас вот тут остались умения. Так, пока по приливам. Тут в основном очень много вот на вот этот на объятия матери область действия пока мы решили не качать дыхание матери. Создает густой туман. О, да. Вот его мы брали тоже в прошлый раз. Когда объятия матери раскрываются, ближайшие цели начинают захлебываться. Зачарывает воды, направляя их на цель смывая. Так, нет, это нам тоже не надо. Хм, возвращение к истокам. Хм. А вот это неплохо. Так, вот предположим, я бы вкачал вот эти три. А, у меня тогда два очка останется. Окей. Защита магии. Неплохо. Угу. Угу. Так, мы возьмем вот это, однозначно. Так. Лунная дорожка. Не знаю. Вот так делаем. И нужно два очка по-умному раскидать. Вот это мы взяли. Окей. Вот это пока не надо. Вот это возьмем. Так. И это пока не берем. Надо ли нам скорость передвижения для всех? Да, думаю, пока нет. Вот надо ли ей в защиту вкачаться. Защита магии плюс 15. Ну, для всех или для себя любимого? Скорость передвижения. Да вот не настолько как бы и надо с одной стороны. Ну, давайте, черт с ним, вкачаемся в магическую защиту. Почему бы и нет? Все. Так, с ней разобрались. Окей. Теперь ты. Так, ты у нас прям вот, все с тобой понятно. Что у тебя тут? Сила почему-то у тебя, у тебя здоровье до хера. А вот силы не понимаю, почему так мало. А для безоружного боя, что надо? Вот интересно. Быстрота, искусность. Перезарядка способности больше качать не будем. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И, наверное... Вот так вот сделаем. Да. У меня такой расклад вполне устраивает. И дальше нужно будет два очка копить, чтобы до двадцатки силу дотянуть. Чтобы она прям вообще рвала и метала. Так. Разоритель и титан. Ну, поехали. Вот это у нее, я так понимаю, дефолтное идет. Господи. Так. Ударов за базовую атаку два пока здоровья ниже семидесяти. Берем. Безоружный бой. Повышает урон безоружных атак. Почему бы и нет? Тогда возникает вопрос. Нахера нам оружие в таком случае. Ну, будем его во второй ячейке носить атак, пока в безоружной атаке за пулем. В Pilosof Eternity там в дополнение этот White Marsh, точно не помню, как оно называлось, там был персонаж-рукопашник. Он у меня что-то там вообще на руках с такой скоростью лупил. И как бы за то время, пока он наносил удары, они в сумме давали мощь чуть ли не двуручного оружия. Которое, при том, что рукопашник попадал всегда, а двуручное оружие попадало, ну, грубо говоря, через раз. То есть, как бы это чуть ли не равносильные персонажи у меня были между собой. Пробивание брони. Безоружными атаками. Отлично. Бьет по всем врагам в зоне поражения. Рвет на цели, оказывающие в коем-поражении, пугая их. А, ревет на цели, не надо. Плюс 20 к опыту, отлично. Плюс 3 к броне, отлично. Дистанция пока ставим. Модификатор критического урона полезно. Безоружный бой тоже полезно. Так, меткость пока ставим. Вот, ух, как, вот тут столько всего интересного. Ну, а тут чё? А-а-а-а, вот оно чё. А тут уже с оружием бой. Угу. Интересно. Ошеломление. Меткость. Хитроумя. Берём. Длительность негативных эффектов снижается. Разрывает живот цель двумя лапами, нанося рубящий и колющий урон, вызывая у жертвен кровотечения. Ух, какая штука крутая. Двойной удар когтями. Первая атака ошеломляет противника, вторая ослабляет его. Ой, тоже какая штука крутая. Ух. А вот это чё такое? Совершает мощный удар оружием, нанося урон и на продолжительное время повреждая броню цели. Блин, пока я бы в рукопашку всё-таки впылился, она у неё достаточно мощная получится у нас. Почему бы и нет? Потому что, в конце концов, с двуручным оружием у нас есть персонаж. Попадание. Увеличивает меткость попадания до 100%. Из режима скрытности. Понятно. Снижает длительность любого неблагоприятного эффекта. Ага. Неплохо. То есть, всякие там оглушения, всё такое снижается. Насколько это возможно. Дистанция с безоружных атак увеличивается неплохо. Так, вот это мне не надо. Вот это мне тоже не надо. Вот это вот не знаю. Нет, тоже, наверное, не надо. Вот это бы я вкачал. Косой удар возьмём. Полезная штука. Выглядит круто. В Титана потом будем качаться. Мы её всё-таки сделаем таким. Всё, бери руки. Так, ну что, отлично. Мы их всех раскачали. Давайте теперь вот этой пати попробуем сходить всё-таки вот сюда. И поговорить с ребятами. Посмотрим, что они мне скажут. Может, они увидят вот эту смерть из тени. И вообще скажут, типа, блин, нахер надо. Всё, бежим, пацаны. Это просто без вариантов. Типа, даже связываться. Всё порешаем легко. Так, зайдём такие уже с конкретным заданием. Да, ну, то есть такая особо бессюжетная серия. Но я не скажу, что она при этом стала там менее интересной. О, ещё письмо. Туном благосклонность Анин. Ага. На основании того, что ты мне поведал, я не могу не усомниться в том, что все эти события были случайностью или совпадением. Эдикт казни Кэйрос, очевидно, был подстроен для того, чтобы хоть кто-то захватил зал Вознесения. И сомневаться в том, что Кэйрос предугадывал последствия, было бы серьёзной недооценкой прозорливости владыки. Итак, ты оказался на арене, где сражаются сильные мира сего. У тебя есть три возможности скрыться с глаз долой и покончить с собой или принять вызов. Я предлагаю третье. Эммм... Есть и другая, менее известная деталь. Я не могу этого доказать, но свято верю, что это так. Страх и любовь других людей усиливают твою магию. Я делаю этот вывод из своих бесед с Бладеном Марком. Насколько... Несколько раз он рассказывал, как убивал тех, кто мог угрожать владыке, и намекал, что делает его работу проще. Пока преступники никому не известны, чем когда они завоюют славу и начнут внушать страх. У меня на глазах Грэвенаша превратился из безызвестного северянина в знаменитого генерала. И могу тебя заверить, что поначалу без титула и репутации он не мог ограждать своих воинов от бед. Архонты никогда не говорят об источнике своей силы, потому что это могут использовать против них. Но я знаю, что все Архонты помешаны на том, чтобы их власть была как можно более заметнее. Твоя связь со шпилями гарантия того, что другие Архонты пожелают взять тебя под контроль и уничтожить. Этот вопрос не если, а когда, а привыкай думать и действовать как Архонт. Я не сомневаюсь, что ты есть Архонт, Архонт Шпилей. Мы легко опознаем те силы, которые нам очевидны. Поэтому в истории так много Архонтов Огня и Льда. Но глупо было бы считать, что названия появляются раньше того, чем Архонт способен управлять. Хотя на этом можно посмотреть и по-другому. Архонты показывают нам грань невозможного и нам остается лишь подчиняться Меотис. Ого! Можно кучу вопросов всяких позадавать. Спросить о гневе Владыки. Дорогая Меотис, спасибо тебе за ценные замечания и участие. Я хотел бы задать, возможно, наивный вопрос. Если я настолько необычный представляю такую угрозу, почему Владыки сразу меня не прикончить? Наложить на меня эдикт или прислать Бледана Марка было бы несложно. Но пока ничего подобного не случилось. Каково твое мнение? Почему Кэйрос не тронул меня? Нет, пока... Это вопрос хороший, но я его пока оставлю. Я посмотрю другие. Так, поинтересоваться убийствами, совершенными Бледаном Марком. Я весьма ценю твою мудрость, ты ее упоминаешь в письме о Бледане Марке и убийствах, которые он совершал. Я помню намеки вершительницы судеб Калио во время моего обучения, что работа Бледана Марка уничтожает угроз до того, как она проявляется в полной мере. Любопытно, что твои слова это подтверждают. Итак, предположим, чисто теоретически, что я и вправду Архон, значит, очень скоро Бледана Марка пошлют прикончить меня. Вероятно, мне понадобится долго заверять суд в своей преданности, чтобы унять его подозрения. Ничем не отличается от первого, на самом деле, просто второй вариант более развернутый относительно первого. Поэтому, пока его оставим, мне все-таки первый кажется таким более целенаправленным в плане вопроса, интересующим нас. Так, задать вопрос об Архонтах и их восхождении к власти. Благодарю тебя за ценные сведения и советы, а также за твое доверие, которое делает мне честь. В письме ты упоминаешь Гривина Аши и то, что вы были знакомы еще до того, как он стал Архонтом войны. Не расскажешь ли ты мне подробнее о том, как он шел к власти? Если я и впрямь Архонт, логично предположить, что я могу изначально не знать, на что я способен или не способен. И точно так же, логично, что истории других Архонтов могут оказаться полезными для меня. Так, отправляем первый, еще раз прочитаю его. Дорогая Миоти, спасибо тебе за ценные замечания и участия. Хотел бы задать, возможно, наивный вопрос. Если я настолько необычный и представляю такую угрозу, почему бы Владыке сразу меня не прикончить? Наложить на меня и дикт или прислать Владана Марка было бы несложно, но пока ничего подобного не случилось. Каково твое мнение? Почему Каэрос не тронул меня? Отправляем. Все, Голубка улетела. Ну что, попробуем еще раз. Сейчас они увидят. Так, значит, вот так, да? Атли, ну скажи свое слово. Какого хера они себя так ведут? Блин, все очень плохо. Да, к сожалению, других вариантов у нас нету, походу. Железная тропа. Ну, походу, у нас нет выбора. Я немножко просто сейчас в интернетах покопался. Для того, чтобы можно было им сучить денег, нужно было с ними иметь нормальное расположение изначально. Ну, у нас с ними по нолям, поэтому, ну, к сожалению, как-то не удалось. Поэтому придется нам их всех убить. Заодно мы обкатаем наших новых персонажей. И, надеюсь, все-таки нам удастся как-то восстановить с ними отношения. Так, подождите, прежде чем мы на них нападем, прежде чем мы на них нападем, надо как-то... Так, тебя сюда... Вас сюда. Вот так вот. Хотя нет. Вот так встанем. А он убегает. Ну и валит нахер отсюда. Так, а ты куда побежал? Нифига себе, как ее отопнули. Так, ну что, сейчас будем мучить. О, нифига, она так быстро концу кастует, но уже не надо. Почему? Потому что... Фуга. Вперед, спасибо. Так, а я бы тем временем хотел бы посмотреть, как вот эта штука действует. Блин, я так и не понял, он настолько быстро ее применит. Правильно. Я покажу твою скатку! Так, вы убили солдат бронзового братства, охраняющих мост. Теперь путь к распутью Литяны свободен. Очень жаль, конечно, что так пришлось поступить. Потому что Гревенаш, насколько я помню, он сказал, чтобы мы вообще-то там типа к ним не прикасались. Да, мс. А, или он про скованных горном говорил, а не про солдат бронзового братства. Ну окей, я уже не помню, на самом деле, подзабыл. Ну, а ты что? Так, сейчас еще раз потестим. Так. Вот в эту пуляй. Ну да, он каменным таким шипом стреляет. Из бандита выпал топор бронзового братства. Ну, такой посредственный. Ха. Ну что же, что у нас в итоге получилось? Давайте посмотрим. Почти до двух у нас возрос гнев. Время захвата... Так, вы убили солдат, бронзового братства. А я где-то их еще успел порешать? Интересно. Ну ладно. Так, а как у меня спутники на это отреагировали? Лантри, как всегда, от меня кончает. Три струи баррик. Ну, на все посрать в целом. Так же, как и фуки. Атли. Бесчестными поступками, ну конечно. Так. А тут нет. В здании обновлено железные клинки. Гнев увеличивается. Вот здесь можно посмотреть. Ага, но тут, к сожалению, не полностью. Гнев снова увеличивается. Очень мало вы убили солдата, солдата бронзового братства. Да, жаль, конечно, что так пришлось поступить. Но, к сожалению, выбора у нас не было. Ну что же, давайте пройдем дальше по мосту. Сохранимся. Окей. Угу. Окей. Так. Ну что же, я тогда предлагаю на этом закончить. Непосредственно в распутье Литяны мы отправимся в следующую серию. Узнаем вообще, что будет нам за наши такие барагозы. В следующей серии я, к сожалению, верну, верну, ну, может, и к счастью, конечно, верну себе, во-первых, обязательно, я верну себе нашего книга Чея и верну Барика. Ну, насчет Барика я еще подумаю, но сделаю я это все за кадром. А именно в самом... Господи, я... Шпиль закатываю. А в самом распутье Литяны мы уже окажемся в следующей серии и начнем оттуда запись. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok